Всем привет! Я думал, я вылезу оттуда из экрана. Так, коллеги, у нас времени не так много. Я постараюсь вас не грузить математикой, хотя хотел очень. Я постараюсь передать суть бизнесовую и, можно сказать, передать суть для программистов, чтобы мы понимали вообще область и как из нее, так сказать, выжать пользу и заработать деньги. Область – это машинное обучение и практические кейсы его использования. Поднимите, пожалуйста, кто использует машинное обучение у себя в проектах. Вот, уже лезв рук. Значит, это тренд. Нам надо понимать, что это. Нам нужно понимать суть этой задачи и знать, сколько это стоит, чтобы реализовать, и что мы можем заработать. То есть надо разобраться сейчас. Если мы сейчас не разберемся, поезд уйдет и будет трудно на него заскакивать. Немножко по истории. Смотрите. Чтобы понимать вообще, нафиг нужно машинное обучение нам. Вообще, откуда оно взялось-то. Немножко посмотрим на историю математики. И нам станет легко, тепло и приятно. И просто. И в голове никаких сложных мыслей не останется. Смотрите, откуда начиналась математика и алгоритмизация. Она начиналась вот с нужд купцов, астрономов, мореплавателей. Люди деньги зарабатывали. Им нужно было карты прокладывать. Им нужно было идти по пустыне. Им нужно было деньги посчитать и посчитать, сколько ты должен человеку. Понимаете? Практические задачи. Никаких там дифуров не было. Конкретно. Иначе ты умрешь от голода. Вот. Но все это было долго, трудно. Считать было тяжело. Умножать было тяжело. И вот гений, да? Джон Неппер. Он придумал трансцендентную функцию, как переводить сложение в умножение в сложение. В логарифмическом пространстве. Понимаете? Он придумал, как сложить два числа, чтобы получить результат, как будто ты их умножил. Понимаете? Умножение взамен сложением. Это гениальное было открытие. Вот. Он всю жизнь занимался этими таблицами логарифмов. И математика стала работать гораздо быстрее. Короче, все закрутилось в нашем мире гораздо быстрее. Ну, на несколько порядков. Томас Байес тоже монах, математик. Он просто почесал голову логически, подумал и предложил теорему Байеса, на которой основана, в общем-то, машина обучения. Если не слышали о ней, посмотрите. Это очень простая теорема. Которая аналогически выводится. Ее ребенок, в принципе, даже может вывезти, если захочет. Но ее важно понять. Дальше что? Считать надо было быстрее, быстрее, быстрее. Появились арифмометры. Крутишь ручку вот так вот, да? И он считает чего-то. Потом, значит, паровой двигатель прицепили туда. Потом Ада Байрон, женщина-программист. Короче, все это ускорялось. Потом арифмометры стали электрическими, механическими. Потом транзист, ламповыми, потом электрическими. Потом появился гениальный Алан Тьюринг, который взломал со своим отделом шифр Энигмы, повлияв на ход Второй мировой войны. Да, мы знаем, что он съел яблоко, и он был нетрадиционной ориентацией. Но, тем не менее, этот человек гений. В принципе, вся теория лавиатомического вычисления, весь компьютерный сайенс основан Аланом Тьюрингом. Не забывайте, не забывайте это. Вот. И дальше уже железо пошло, короче, языки придумали. Ну, такое уже прикладные вещи, да? Ну, вот основу заложили они. Их нужно знать в лицо. Посмотрите вы. Ну, тут я, конечно, не рассказал про Андрея Маркова. Это наш великий русский математик, который занимался теорией вероятности. И, в принципе, предложил миру модели Маркова, которые сейчас в машинном обучении активно очень используются, в том числе для анализа речи. Это нужно знать русский наш. Вот. А дальше что? Дальше стали придумывать, опять часа голову, да? Вот. Как же это решить на компьютере? Алгоритмы потихонечку сортировочку придумали, как делать быстро. Поиск. Потом деревья, да, там бинарные и так далее. Потом графы появились, как логическая связь. Потом стали придумывать базы данных. А код, и дэйт, и логарифт. Ну, в принципе, базы данных – это как бы… Ну, это логическое продолжение вот этих вот структур хранения данных. Дальше. Начали придумывать языки, чтобы было удобно программировать. Не надо с тем, как это нужно было делать. Динамическое программирование. То есть начали пытаться решать задачи более сложных. Горитмы с помощью его. Потом всякие эволюционные программирования. То есть, понимаете, все на самом деле логично развивается. И вот машинное обучение. Вот что это такое? Зачем? Откуда взялось? Дело в том, что машинное обучение… Ой. Оно позволяет нам пытаться решать задачи, которые логически, алгоритмически невозможно понять и описать. Ну, не понимаю я, как работает эта штука. Ну, я не понимаю, как пользователь этот покупает товар, этот не покупает. Ну, не знаю я по каким признакам. У меня есть тысяча признаков этого пользователя, который покупает. Тысяча признаков пользователя, который ничего не купит и уйдет. Как его… Как высчитать, чем они отличаются? То есть, понимаете, если вы пользуетесь 100 признаков, это вектор в стомерном пространстве. Вам нужно понять, как эти объекты распределить и разделить их в стомерном пространстве. Поэтому машинное обучение – это просто, ну, как сказать, такая ядерная бомба, которая пытается решить задачи, нерешаемые обычным алгоритмом. То есть, это черный ящик, в котором данные забиваешь ногой, а потом он почему-то начинает правильно эти данные, то есть, он умеет с этими данными работать, и он вам потом отвечает на вопрос. Вот что такое машинное обучение. В принципе, даже это попытка эмулировать человеческий мозг и мозг животных. На самом деле, машинное обучение еще в очень ранней стадии, хотя там сейчас диплеонинг есть, да, все это на уровне трехлетнего ребенка работает пока. Но, тем не менее, уже можно этим пользоваться и зарабатывать деньги. Героев нужно знать в лицо. Это мой любимый слайд в этой презентации, чтобы вы не скучали. Ну, дальше, вот смотрите, дальше, как бы, какие-то сложные вещи у нас заканчиваются в 70-е годы, да. Всякие хиппари, бородачи, там, байкеры пишут Unix, хотя Денис Ричи был математиком по образованию. Код, да, у нас с Дейтом, они делают нам релекционные модели, появляются баски данных, которые мы так любим. Ну, в принципе, понимаете, вещи уже несложные, да, уже несложные. Ну, Линус Сорвальдс тоже инженер, с пивком я нашел фотографии. Вот, в принципе, он инженер, он просто устроил у себя, значит, в процессе разработки жесткое гестапо, там у него фашизм, все строго, зато Linux запускается. Ну, пишут, носи никакого C++, то есть, как бы, получается, что, вот, ничего сложного я не придумаю. На самом деле, сложное осталось в нашей области компьютерных сайтов, это машинное обучение, именно оно, и дип-ленинг. Ну, чуть-чуть по технологиям, ну, буквально быстро, сейчас, вот, что там из-за интересного, да, ну, что там, языки там какие-то появились, там, ну, скриптовые языки, чтобы быстро закодить, что-то посмотреть. Го появился, да, чтобы, типа, на синий программировать, но для системных процессов, хороший, мне понравился. Более низкого уровня языки Java, C++, для того, чтобы писать компоненты некие, да, которые работают быстро, но за это вы платите временем своим, да, ну, там сборщик мусора. Дальше из-за интересного Scala, Closure и Rust. Ну, Scala, как объединяет объектно, возможности объектно и функционально, интересная штука, поиграйтесь. Closure, ну, это как Lisp, то есть, кому Lisp не хватает, да, можно попрограммировать, в принципе, на виртуальной машине работать. Ну, раз, мне нравится тем, что это попытка улучшить C++, поэтому, кто занимается низкого уровня программированием, посмотрите, рекомендую. Дальше появился NoSQL, ну, просто упростили баску, чтобы она не тормозила, и чтобы много данных помещалось, в принципе, как набор ММКшей. В NoSQL ничего магического вообще нет. Появился BigData, это Java, зоопарк дикий по обработке больших данных. Там тоже ничего сложного нет, используется парадима MapReduce, классическая парадима, свертки, когда вы делаете Map функцию, а потом функцию Reduce. То есть, позволяет вам обработать неограниченное объема данных. Из-за интересного, да. Появилась очередь 2.0, это Kafka и Flume. Это, ну, фактически, какие-то, ну, софт, который позволяет обрабатывать большой объем очередей, не больше, да. Time Series базы появится. Вот InfluxDB, мне нравится, нагло написано, посмотрите, поиграйтесь. Полезная штука, ну, MUNIN у нас RDD есть, да. Ну, из машинного обучения, из интересного Apache жираф, Google TensorFlow для обработки, для тензерных вычислений, там, тренировки нейронок, ну, Тиана Торч. Вот. В принципе, вот на данный момент, вот это, мне кажется, самое интересное, на что можно обратить внимание. Дальше, значит, софт-алгоритмы. Еще сейчас немножко отвлечемся, я вас как бы разогреваю, потому что дальше будет некий хардкор, такой вот, без математики, без инсовы. Немножко разогреемся еще. Софт-алгоритмы. Кажется, да, вот, что математики все придумали, да, и, в принципе, ничего интересного не осталось. На самом деле, вы задумывались на тему, почему так мало хорошего софта? Почему Windows тормозит одинаково на любом железе? Вот я покупаю i5, i7, а Windows тормозит. Не только Windows. Дело в том, что написать софт – это риск. И там не нужны математики. Там нужны инженеры. Там нужен четкий порядок и дисциплина. Там и математика, и инженерия, и все. То есть, получается, что, я как инженер говорю, да, получается, что все-таки наша часть, наша, как бы, доля в этом пироге – это эти идеи, эти алгоритмы реализовывать, воплощать. Поэтому это хорошо. То есть, математике тоже хорошо. Не надо вам сейчас становиться математикой, чтобы понять машинное обучение. Инженерами быть тоже хорошо. Иначе мы просто мир не сможем менять. Это, я думаю, идея понятна. Ну что тут? Сейчас пытаются вылезти agile, там, сказать, что надо управлять программистами. XP, agile, там, скрам. Скрам у нас, да. На самом деле, это фигня. Работать, ускорить работу мозга невозможно. Никто не удается этому делать. Если это, например, я не знаю, там, дворники, которые подметают, там agile работает отлично. Скрам, все, пожалуйста, митинги. Когда это сложная область, когда это математика, логика, программирование, там не работает, там ничего не работает. Там работают люди. Поэтому я немножко скептически отношусь к гибким методологиям, хотя они действительно иногда работают хорошо, отлично. Макс, привет. Вот. Ну и, как бы, получается, программирование все-таки, это научно-инженерная дисциплина. Мы космонавты с вами. То есть, мы и не математики, и в то же время математики. И мы инженеры, и в то же время мы и космонавты. То есть, надо привыкать к этому просто и идти просто смело вперед. Итак, машинное обучение, как я уже сказал, для чего оно нужно? Оно нужно тогда, когда задача не решается в лоб. Нельзя сесть вот так вот и формулу вывести, алгоритм вывести, там, динамическое программирование какое-то. Тогда используется машинное обучение. Черный ящик. Из, как бы, на две части можно разделить машинное обучение. Есть модели, которые понятны, как они работают. Например, логистическая регрессия. Когда у вас точки попадают, фичи клиентов попадают в многомерное пространство, вы делите, делите к черту их пополам между собой. В стомерном пространстве. Здесь клиенты покупают, здесь нет. Это понятно, как работает. Можно объяснить детям. А есть вещи, которые непонятны, как работают. Нейронная сеть, ну, непонятно, как работает. Особенно, если нейронная сеть не двухслойная, а трехслойная или многослойная. Диплёнинг основан именно на этом. Когда создают каскад нейронных сетей, каскад вот таких перцептронов, каскад связанных, и начинают их учить. Причем учить их долго нужно. Их придумывает алгоритм. Но эта фигня как-то работает, она как-то распознает образы. Вот что такое нейронная сеть. Вот что такое диплёнинг. По сути, кратко, да? Я думаю, понятно. Если непонятно, задавайте вопросы. Вот. Вот так примерно это все. Значит, диплёнинг я уже сказал. Книжечка, да, по диплёнингу. Хорошая. В общем, диплёнинг – это тренд. Но, как бы, это слово не должно вас пугать. В основном это используется сейчас в машинном зрении, в распознавании речи, где-то в биоинформатике. Я не видел использования диплёнинга серьезного для электронной коммерции. Хотя пытаются где-то в Стэнфорде, там что-то было на эту тему. Но это все больше вероятностные модели там. Но это надо понимать, что это можно, в принципе, натренировать как-то, там, какой-то классификатор на диплёнинге сделать, да, и что-то получить. Но пока, как бы, такого тренда нет. Все, да, идем конкретно к теме доклада. Возвращаемся, да, вводная закончилась. На самом деле, мало кто понимает, как это работает, ребята. Мало кто понимает, это правда, это страшная правда. Математика в единице. Только математик с образованием может понять, как работает логистическая регрессия на ядре Анова в стомерном пространстве. Реально, я вам говорю, честно. Единицы понимают тюрему байса. Без неё байс-классификатор не понять никак. Тем не менее, надо научиться этим пользоваться. И мы об этом будем говорить. Итак, значит, первое, с чем мы работаем, это профиль покупателя, профиль клиента, который приходит в магазин. У клиента можно собирать всё. Всё, что есть. Пол, возраст, статус. Короче, все свойства клиента. Чем их больше, тем лучше. Никто не знает, сколько фич собирать. Никто не знает этого. Никто. Это потом опытно решается. Но чем больше информации вы соберёте, тем лучше. На самом деле, допустим, вы собрали 100 фич. 100 фич в векторе – это точка в стомерном пространстве. Мы уже в школе проходили, это наши дети проходят. Понятно, да? Трёхмерное пространство – точка. Это 3D. Вектор из двух ременей – 2D. Это точка. Это точка в объёме. А 100 – это точка в стомерном пространстве. Понятно. Таким образом, все наши клиенты, все там со своими путями, на самом деле, у нас преобразуются в точки в многомерном пространстве. Просто точки. Я думаю, это понятно. И дальше… Я обещал, математики не будет. Ну, немножко есть. И дальше нам нужно просто эти точки обрабатывать. Как? Как мы будем собирать эти точки от клиентов? Как мы будем фичи собирать? Ну, как, логи на сайте, да? Можно собирать там. События привязаны к кукле. Как мы собираем в BitEx Big Data? Через Явлскрипт. То есть, из логов, либо из событий. Вы собираете информацию о клиентах. Ну, я думаю, это понятно нам. Мы инженеры, мы это понимаем хорошо. Мы собираем вот что. События, да? И атрибут этих событий. В итоге получаем куку и некий вектор, допустим, к ней неких свойств. О клиенте. Купил, не купил и так далее. Ну, вот как это делается технология. Nginx там, NoSQL, Hadoop, например, если надо это обработать. Я думаю, это реально одни. Тут даже обсуждать нечего. Это вы сделаете вообще, я думаю, без труда. Дальше. Дальше вам надо эти данные где-то посмотреть. Вот перечень софта, где эти данные можно посмотреть. RapidMiner, SAS, PSS. Сейчас вот я не описал. Есть еще инструмент RStudio. И в Python тоже там есть некий набор библиотек, где-то, можно открыть и посмотреть. В принципе, ну вот, из машинного обучения для Python есть SkyKit Leon. Довольно хорошая штука. Там куча алгоритмов. Единственное, она с большими данными. Я не нашел, как работает эффективно. Для Java есть Spark и MLB. Ну, потому что данных много, нужно параллельно обсчитывать. В принципе, все. Вообще сейчас формируется некая каста, я бы так сказал. Их называют DataMiner или аналитики, или программисты-аналитики. Это люди, которые хорошо знают математику и статистику. И они вот с этим инструментом работают. Но, если честно, мне кажется, пока мало. И направление довольно такое горячее. Ну, в принципе, мне кажется, вы можете либо чека нанять с образованием, либо просто сами берите. Если вы просто возьмете алгоритм и попробуете, вы решите 80% проблем. Человек с образованием вам еще дотянет статист, еще 20% где-то, может 10%. Поэтому для бизнеса, в принципе, можно самим начать, а дальше дожать. Дожать специалистам, которые там влезут, там что-то подтюнят. Итак, аналитик. Если вы будете сажать или будете роль играть его. Организовать данных, поставить ему эти инструменты. Ну и, в принципе, все. Дальше. Куда это все сохранять? Ну, я тут перечисляю систему хранения. Вы должны ориентироваться к системе хранения. Сейчас, грубо говоря, 4 лагеря. Это SQL на MapReduce. Типа, говорят, SQL это все умирает, надо на MapReduce делать. Да, я перечислил, кто это. Hive, Peak, наверное, слышали. SQL на нодах вычислительных. Это Impala, Presta туда лезет. Amazon решит Vertica. В принципе, разумная идея. Но так обычные революционные базы данных устроены, кластерные. И, ну, SQL это хиппи, фактически, которые сказали весь этот. Если, значит, нафиг, да. Мы вот так сохраняемся. У нас очень простые операции с данными, поэтому они масштабируются. И классика остается. Мы SQL, мы SQL. Кто-то говорят, ребята, но SQL это маркетинг бушит. Этого нет. Надо работать с нами, и они все-таки это поймут. И, в принципе, все будут работать с революционной моделью. Поэтому вы выбираете, где данные хранить. Я думаю, поняли. Первое, значит, что данными надо делать, это визуализировать. Тут не надо никаких, там, не знаю, тонкостей высшей математики. Вы должны научиться данные ваши визуализировать по клиентам. Просто смотреть на них, отобразить их. Если у вас в стомерном пространстве данные, есть возможность сжать, например, размерность, ну, в стандартные библиотечные вещи, например, до трех, до четырех пространств. Вы увидите группу, кластера клиентов. Вы же увидите, что у вас не просто клиенты, а у вас пять облаков клиентов. И вы зайдете в каждую облаку и посмотрите. А это кто? А это кто? И на BitX24 мы выявили там четыре или пять облаков всего из большого количества клиентов. То есть первое – это визуализация. Нарисуйте графики, тренды, построите гистограммочку. То есть не усложняйте процесс. Самая простая визуализация – это гистограмма. Данные идут у вас, разбиваете их на ступеньки и строите гистограммочку. И вы увидите, там, время, число хитов, например, число, там, например, возраст клиента среднего. Ну, понимаете, да, о чем я? Ну, видите, с базовой статистики, без всяких машинных обучений. Вы решите кучу задач. Вы поймете вообще, с кем вы работаете, что это за клиент. Когда это сделали, дальше начинаем кластеризовать. Что такое кластеризация? Ничего сложного там нет. Она интуитивно понимается так. Вы рассыпаете шарики на пол, и они, допустим, группируются в несколько облаков. Вот эти облака есть в кластера. Если вы выпускаете объекты в трехмерном пространстве, они группируются тоже в некие облака. Это тоже кластера. В стомерном пространстве, если у нас в ту фич у клиента, они тоже сформируются в группы. Например, группа богатых, там, платная подписка, группа, там, стандартная подписка, там, много чатятся, и группа много работает задач. Понимаете? То есть проведите кластерный анализ и просто найдите облака в ваших этих векторах клиента. Все. И дальше, а что с этим делать? Ну как что с этим делать? Вы знаете, что есть такая группа клиентов, есть такая, есть такая. Вы начинаете с ними работать. С этими так, с этими так, с этими так. Они просто всем там, значит, там, предлагаем там скидку 50% всем. Да половина воспримет это предложение как спам, потому что им неинтересно. Они готовы платить. Зачем им скидка нужна? Им нужно что-то другое. То есть, если вы будете всех долбать вот так вот, то большая часть будет восприняться как спам. Лояльность будет понижаться, а у какой-то группы повышаться. Задача кластеризации в том, чтобы понять, кого долбить и конкретно вместо одной рассылки сделать три рассылки по каждой группе. Таким образом лояльность у трех групп поднимется и никто не воспримет это как спам. В итоге суммарная лояльность, суммарная прибыль с этой рассылки возрастет. Логика простая. Почему-то сейчас это мало кто вообще делает и мало кто это понимает. Хотя это належит на поверхности. Кластерный анализ. Я не буду рассказывать детали, как он делается. Вы суть поняли. Математическими методами делается группировка векторов клиентов в облака. Существуют разные типы. Это вы сами почитайте или не будете, просто проведите стандартный анализ. И теперь бизнес-кейсы. Сегментация клиентов. Кластеризация каталога мы делаем. Когда мы группы товаров. К товары группируются, мы понимаем, что это суть. Кластеризуют граф связи. Вы понимаете смысл. Для маркетинга это делается. Это реально повышает прибыль. Дальше. Это делаются оценки по кластерному анализу на программирование. Ничего сложного нет. Это решается за день. За два может быть. Дальше идем. Какие риски? В принципе, библиотеки я тут дал. Рисков особых нет. Я думаю, начинать можно. Детали в кулуарах, если хотите. Понятно с кластеризацией. Да? Теперь персонализация. Зачем? Если вы будете всем клиентам показывать одно и то же. Ну вы понимаете, одни будут отторгаться, вторые будут привлекаться. Ваша задача показывать клиентам то, что они хотят. Для этого необходимо понять, что они хотят. Им надо показывать релевантный контент. В поиске давать, возвращать результаты. Релевантный. Если человек покупал Тойоту и ищет колеса. Надо ему не колеса таблетки возвращать, а колеса от Тойоты. Это релевантный поиск. Все. Таким образом увеличивается и лояльность, и конверсия. Как это сделать? Как человеку адаптировать контент, каталог на сайте? Как это сделать? Ну первое, это персональные рекомендации. Когда вы товары рекомендуете человеку. То есть, как можно рекомендовать товары? Можно рекомендовать всем айфон, скидка на айфон. Всем интересно, правильно? Это называется бестселлеры. Они, как правило, продаются хорошо. Но у вас есть где-то в загашнике куча каких-то товаров, которые продаются редко и мало кому нужны, какие-то книги. И вот если вы вдруг вычисляете математически, что пришел человек, и ему эта книга интересна, вы сразу ему рекомендуете, и он ее купит. Таким образом, есть возможность вам продавать вот этот хвост. Эта книга профессоров Стенковского университета, Минн-Купан-Зи-Доцетская, рекомендую почитать. Таким образом, вы вытягиваете в продажу этот хвост. Понимаете? Вот для чего персональные рекомендации нужны. Для персональных рекомендаций используется классический алгоритм коллаборативной фильтрации. Предложить, ну, по сути, я вам по сути все пытаюсь интуитивно передать. По сути, порекомендую товары, которые нравятся своим друзьям. Человеку, ну, то есть, взяли человека, взяли его друзей, посмотрели, что есть у друзей, чего нет у него и порекомендовали. Суть понятна. Вот она, рекомендация. Вот. Либо посмотреть товары, если с пивом покупают сухарики, и ты купил пиво, то тебе рекомендуют сухарики. Понятно? Статистически достается эта информация. Все. Вот. Эта матрица, это уже детали. Ну, суть я вам объяснил. Друзей порекомендовать и с этим товаром покупают. Вы это делаете. Немножко математики. Вы это делаете. Таким образом, можете на сайте… У нас же этот сервис BITX уже есть. Вы можете его использовать. Вы можете дать персоналу рекомендацию к человеку, дать с этим товаром покупают, смотрят так. И топ товаров на сайте. Три блока на сайте, которые повышают конверсию. Понятно? Это технология. Это презентацию скачаете, посмотрите. Да, то кушать уже пора, наверное. Теперь. Забыли все. Да? Выключились. Еще один вид контент без рекомендаций. Я посмотрел женское белье, и мне весь интернет окрашивается женским бельем на месяц. То есть система поняла, что я зашел на страницу с этими тегами. Потом, когда она видит эти теги на других страницах, она понимает, что мне интересно. Таким образом, что такое теги и что такое поиск по тегам? Это наш старый классический добрый информационный подход. Когда строится обратный индекс, так поисковики все работают. Строится обратный индекс. Система запоминает теги, которыми я интересовался, мой профиль. И дальше я захожу на сайт, она достает по этим тегам страницы на сайте, которые содержат эти теги. А потом объединяет и выдает те страницы, где эти теги вместе. То есть логически понятно. Обратный индекс классический. Обратный индекс информационный материал. Все. Таким образом, и поиск также. Поиск можно так. Вы результаты поиска получили, но отдаете результаты, которые релевантны клиенту. Как это работает? Ну, короче, там получается так, что тексты преобразуются опять же в вектора в многомерном пространстве. Мы смотрим похожесть этих векторов. И чем тексты более похожи, тем, значит, мы этот контент показываем. Это через обратный индекс, через вычисление космическое расстояние. Я могу долго про это рассказывать, я не буду. Я думаю, суть понятна. Идем дальше. Чуть-чуть по контент-бейс. Смотрите, если постоянно можно рекомендовать на самом деле, постоянно человеку, если он заинтересовался молоком, ему все время можно молоко показывать, но его покупают, правильно? Если он заинтересовался, например, телевизором, то вряд ли, если он купил телевизор, ему надо его опять рекомендовать, этот телевизор. Ну, как вот, я купил пластиковые окна, да, сделал ремонт, и мне теперь три года эти пластиковые окна. Ну, это идиотизм. Зачем это делать? То есть надо сегментировать товар. Сейчас это мало кто делает, кто это понимает, зарабатывает больше. Поэтому сегментируем, что показываем, что часто, что не часто. Ну, и в принципе, можно учитывать пол, возраст, чтобы, например, женщине мужскую одежду не рекомендовать и так далее. Вот и все про контент-бейс. По персональным рекомендациям. Я думаю, понятно. Дальше идем. Забыли все. Ну, потому что мы перескакиваем. На самом деле мы сейчас перескакиваем между областями математики очень глубокими. Мы туда пошли, туда, пошли, туда. В математике это несколько книжек на самом деле было. Но для бизнеса все, не знаю, двумя абзацами решается. Теперь классификация. Что это такое? Вот нам сейчас рассказывал коллега о том, что они проверяют, брутворсят вас, не брутворсят. Суть классификации такая. На вход вы подаете данные клиентов, и система на выходе дает классификацию этих клиентов. А, Б, С, Д. Купит, задумается, не купит, проклянет. Вот классификация обычная. Теперь, как это, вы понимаете, это не кластеризация, вообще это путать нельзя. Таким образом вы учите машину классифицировать клиентов на несколько типов. Пример, фильтрация спама. Это классификатор классический, бинарный. Классифицирует спам, не спам. Как это поможет нам заработать денег? Ну, как это работать, я уже сказал. Бинарная классификация делит клиентов на две группы, мультиклассовая классификация на много групп. Понятно. В нашем техническом многомерном пространстве строится вот такая плоскость, которая делит клиентов на две части. Если это, допустим, если они слишком перепутаны между собой клиенты, то плоскость в эту, ее сразу же будут построить, поэтому вам нужно это пространство искривить. Этим занимается метод опорных векторов. На измененном ядре все-таки строится плоскость, но в искреленном пространстве. Это для любопытных некие подробности. Ну, суть понятна, я думаю. Теперь бизнес-кейсы. Вот здесь самое интересное. Как вот эту математику, чертову, использовать, чтобы заработать денег? А как использовать? Ну, первое, найти клиентов, которые скоро уйдут. Как? Вот у вас есть база клиентов. Эти ушли, а эти с вами работают. У них есть 100 фич. Ну, мы сказали, фич это точка в стомерном пространстве. А мы говорим в системе, а ну-ка научись разделять вот этих, которые ушли, от тех, которые сейчас с нами. Причем, как это делается? То есть вы дали системе исторические данные. Модель обучилась, а дальше приходит клиент, неделю с вами работает, и приходит к вам в магазин. А вы думаете, дать ему скидку или нет? Вы спрашиваете систему, даете на вход этот вектор и говорите, этот клиент уйдет или нет? То есть она даже, это новый клиент. Но вы спрашиваете ее, он уйдет или нет? Понимаете? Суть. Она говорит, уйдет. Потому что он имеет некий паттерн и поведение, как-то математически определенная система. Вы не знаете как. Ну, я вам рассказал по плоскости. Вот. И она говорит, уйдет, все. Ему, конечно, надо дать большую скидку, потому что наша цель удержать клиентов. Поэтому, как сейчас работают на Западе? Берут список клиентов, магазина вашего или проекта, смотрят, кто из них уйдет с большой вероятностью. Например, 10% клиентов готовы уйти. Их удерживают. Скидки, предложения делают. Понимаете? То есть не всем делают скидки, а только тем, кто готов уйти. И поэтому коэффициент удержания очень большой. У вас люди не утекают. Вместо того, чтобы маркетинг направить на всех, вы направите маркетинговый бюджет только на удержание клиентов, которые готовы уйти. Их стимуляция. Все. Таким образом, вы удерживаете людей. У вас база клиентов растет. Дальше. Клиенты пользуются вашим сервисом. Кто-то купил, кто-то не купил. Наша задача определить тех, кто готов купить. Как? Мы учим бинарный классификатор разделять платных и неплатных на основании исторических данных. Потом говорим человеку, даем ему бесплатников внимание и говорим, кто из них может стать платником. Он говорит, вот этот, вот этот, вот этот. Что это значит? Значит, что мы им можем направить письмо с предложением стать платником с каких-то, допустим, скидочных условий. Вы не всем отправите письмо. Мы предлагаем вам скидку стать платником. Да он не хочет стать платником. Он у него другие мысли. Вы только этим. Таким образом, лояльность не понижается, а лояльность этой группы повышается, они становятся платниками. Это таргетированный маркетинг. Вот. Дальше, то же самое клиентов готовы купить новую услугу. То же самое, логика такая. Делается опрос, определяется, кому услуга такого типа понравилась, кому не понравилась, по фичам. Потом, потом значит, время, минута осталось. Потом, значит, приходит новый клиент, новый клиент, вы формуете новую услугу, похожую на ту, и вы спрашиваете модели, она понравится, каким клиентам эта услуга понравится. Вот этим, вот этим, вот этим, все. Я думаю, суть понятна. Также определяют, кто готов уволиться. Также определяют в компании, кто готов уволиться и удерживают его, общаются с ним. Также определяют пол. Это все классификация. Я думаю, понятно. Детали я вам не расскажу. Это все в кулуарах, это библиотеки, которые это делают. Это определение качества классификации, опять же, немножко математики, но это открытые знания, в открытом доступе очень легко можно прочитать. Ну, то есть, вы модельку, вы так, программистам говорите, научитесь определять, кто купит, кто не купит. Они говорят, мы сделали. А вы говорите, определи качество модели. Пока AUC должен быть больше 0,5. И вам должны сказать, модель больше 0,5, в принципе, уже работает лучше рандома. Ну, у нас больше 0,7 в компании используются. Я думаю, понятно. Немножко математики. Ну, и регрессия. Регрессия. Опять все забыли. Все забыли. Регрессия. Где используется регрессия? Регрессия используется, если у вас есть база квартир, база автомобилей, база чего-то, чего-то. И у вас приходит новая сущность в базу. Как определить ее цену? И зная цены предыдущих сущностей. Используется алгоритм регрессии. Вы вводите все фичи. Эти фичи – какая-то точка многомерного пространства. Это каждая фича, соответственно, циферка, цена. Вы обучаете регрессор, который может предсказать по фичам, линейный регрессор, и не только линейный, может предсказать вам эту цену. Я думаю, суть понятна. Поэтому, если стоит задача приведения в базу, примерно прикинуть, да, сколько это стоит. Или это еще и способ для чего. Приходит вам человек, а вы примерно понимаете, сколько он стоит, какую зарплату ему называть. Чувствуете, да? Надо научиться вот эти кейсы определять. Зарплата, да? Ценность клиента для магазина тоже. Например, клиент с такими фичами, работать с вами 3 года, принес только денег. Клиент с такими фичами, работать с вами 3 года, принес ноль. Регрессия. Вы учите регрессор, и он вам определяет ценность клиента для магазина. Для чего? Если вам этот клиент звонит, нет, я вам скажу для чего. Вы определяете список клиентов, готовых уйти. Потом определяете список клиентов, которые ценны для вас, которые могут в перспективе принести много денег. И работаете только с ними, и им даете подарки, айфоны дарите и так далее. Всем остальным меньше. То есть вы заранее определяете потенциал человека, напоминает банк, готов он заплатить или нет. И деньги, если вы будете всем дарить подарки, вы просто разоритесь. Поэтому дарить подарки именно этим клиентам. Итак, регрессия. Это то, что я сейчас сказал, это customer last mv. Сколько денег человек принесет. Реализация регрессии, библиотеки, сроки, все здесь есть. Ну, чуть-чуть, чтобы отдохнуть, reinforcement learning. Суть в том, что это машинообучение, модель машинообучения использовалась для тренировки роботов раньше. Сейчас ее можно использовать для тренировки вашего сайта, для определения оптимальных путей, приводящих к заказу. Вы создаете несколько разных типов главной страницы, вложенной страницы, мастера заказа и так далее. Клиенты ходят, ходят, ходят. И система автоматически вам говорит, что вот эти пути ведут к заказу. Она автоматически их выстраивает и вам говорит. И вы фактически, у вас получается встроено АБ-тестирование. Даже не АБ, а АН-тестирование. Вы несколько вариантов проверяете и математически определяете самый эффективный вариант. Все, запомнили. Reinforcement learning. Стратегия увеличения прибыли. Еще раз повторим. Изучаем клиентов. Визуализация, зондирование, кластерный анализ. Определяем группы. Начинаем бить по этим группам. E-mail рассылки, спецпредложения, удержания и так далее. Маркетинг бюджет концентрируется только на них. Потому что привлечь нового гораздо дороже, чем удержать старого. Известно. Вы чувствуете, да? Shift. Shift. Да, такой. Дальше. Клиентов с высоким риском ухода, чарнрейт. И высокой стоимостью для компании ценности. Удерживаем релеванты предложения. Я читал пример в описании вот такой системы подобной. Они дорогие системы от IBM. А на западе это же давно уже работает все. У нас только мы изучаем машину обучения, в принципе. Там, смотрите, звонит клиент. Система определяет, клиент готов уйти. И у клиента высокие силы V. Телефон сразу переключается на топ-менеджера. Топ-менеджер берет трубку, смотрит на клиента. Это ценный клиент готов уйти. Говорит, я вам хочу сделать такое предложение. Там iPhone за полцвины. И все. Если вы останетесь с нами, даже не говорите останетесь, просто делает предложение и повышает лояльность. Вот как это работает. То есть умная математика работает с клиентами и все процессы в компании выстроены. Таким образом в компании у вас будет, например, создано 5 моделей обученных. И ваш код входит в эти модели и определяет эти показатели. Все. И персонализирует контент для повышения релевантности, как я уже сказал. Ну, Amazon. Зайдите на Amazon. Посмотрите. Он всем дает персонализировать контент. Ну, в принципе, последняя тема. Все забыли. Опять. Последняя тема, которая волнует многих. Это определение причин. Например, почему никто, а почему эти клиенты покупают наш тариф, а эти не покупают. Почему? Вопрос. Как определить почему? Ведь нейронная сеть никогда не скажет почему. У нее там между нейронами связи понастроится. Она работает, но как вы не поймете ее. Это очень сложно. Но есть один из алгоритмов довольно старых, но проверенных. Это деревья решений. Они строятся на основе теории информации, энтропии, показателей энтропии. Короче, суть в том, что дерево решений, и не только дерево решений. Это один из примеров. Оно позволяет показать, какая фича влияет на то, что клиент стал платным или нет. Например, мы в своей практике сталкивались, допустим, с тем, что клиент с такого-то города платный. Например, с этого города бесплатный, а остальные платные. То есть получается, что какая-то проблема в этом городе. Или проблема, например, с его индексом, или проблема с его платежной системой. То есть система определяет, что клиенты, которые с этой платежной системой платят, они почему-то не могут оплатить и становятся… То есть система говорит, проблема в платежной системе. Вы смотрите, опа, а карточка оплаты не проходит. И все. Таким образом, можно не только, например, определить причины, когда вы фичу влияли. Вы можете ввести все страницы сайта, на которые ходили клиенты, по частоте. А потом определить, какие страницы влияют на то, что клиент стал платным и бесплатным. Зайти на эти страницы, посмотреть на них и внимательно, да, и определить. Допустим, какие-то страницы будут непривлекательны. Вот, в принципе, я заканчиваю над этим. Выводы здесь. Удачи вам и нам. И продолжайте учиться. И главное, внедряйте. И на практике познавайте принципы пользы машинного обучения. Продолжение следует.